В Новочебоксарске прошли 25-е всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок Главы Чувашей. Мерились скоростью и выносливостью более 800 спортсменов из 19 регионов страны. Подробнее Рифат Фаткулин. Скорость, адреналин и дух соперничества. Первыми на старт выходят девушки. Борьба выдается острой, никто не хочет уступать. Сосезаются бегуны сразу на нескольких дистанциях. Самый длинный забег – 3000 метров. На таких больших расстояниях важно правильно распределять свои силы. Первой к финишу приходит уроженка Вурнарского района Екатерина Ишова. Впечатления хорошие. Правда, я деньки в первый километр не особо бежала, я себя потом вроде раскатила. Я просто еще 7 января стартовала, еще ножки не отошли после старта. Так, в принципе, довольна. Дома, родные, трибуна и зрители все помогают. Много звонков, но много смс было, как придем болеть за вас, нам приятно очень. Каждая секунда – шанс на победу. В забеге на 800 метров золото взяла воспитанница Чуварской школы легкой атлетики Вера Васильева. Результат спортсменки – 2 минуты 6 секунд. Ощущение колоссальное. Такая тактика была, чтобы последние метры отрабатывать и уже показать. Я думала, что получилось. Ну, так скажем, у меня еще Россия впереди. До России у меня еще целый месяц, скажем, есть время. Еще больше улучшать время и показать себя уже на российском уровне. Стремление к олимпийским высотам, конечно. Да, это самая-самая такая мечта. Легкая атлетика – один из флагманских видов спорта в России, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Она приносит национальной сборной огромное количество медалей и формирует спортивный имидж страны. И хотя российские спортсмены сейчас в сложной ситуации, это не должно повлиять на развитие спорта в целом. Мы легкую атлетику всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать это однозначно. Нам оказывает доверие, и мы готовы принять практических спортсменов на разных уровнях, для того, чтобы они показали свое лучшее мастерство и профессионализм. Спортивная борьба выдалась напряженной и захватывающей. Все фавориты королевы спорта получили кубки, дипломы, медали и ценные призы. Рифат Фадкулин, Алексей Зодиков, Борис Андреев, Республика.